Это только некоторые посылки, которые у меня есть, потому что были ранее товары, я их уже распаковал, посмотрел, но сегодня вам тоже покажу. И давайте начнем по порядку. Этот уже распаковал, это у нас вот такое вот устройство, зарядное и фонарик на аккумулятор от Makita. Есть у меня аккумулятор от Makita, вот так он. У меня аккумулятор китайский, вот так все легко одевается, работает, светит, так себе, скажу, если честно, я уже проверил. Ну, то есть фонарик очень слабенький, эта штука стоит около 150 гривен или 180, я точно не помню, ссылки оставлю, посмотрите. Одевается все легко, сделано, ну, более-менее нормально, не скажу, что очень похадно, но и не мега качественно. Уровень производства хороший, но вот именно сам фонарик, ну, такой себе, если честно, где-то что-то подсветить. Видите, он даже камеру не слепит, а это уже многое говорит. Есть два гнезда USB, заряжают они по 2 Ач, я вижу, вот, отдача, аутпут. Ну и все, то есть, ну, такой себе товар, кому-то, возможно, пригодится. Есть там такие вот насадки на аккумулятор Макиты, но они подороже, и, как я понимаю, там и отдача получше будет, и сам фонарик будет получше. Это так себе. Ага, это знаю, что такое. Это у нас, ой, это у нас пахучки. Вот такая вот пахучка идет. Уже она внутри пустая. Почему пустая? Потому что с ней идет в комплекте, ну, сама пахучка. Выбор большой. Это я заказывал товарищу, у меня такая есть. Воняет она не сильно, честно скажу вам, долго, буквально пару недель. Я ее на воздуходув направлял, ложил. Но если, я думаю, просто ее где-то, ну, положить не на воздуходув, то, может, возможно, пахнуть будет дольше. И тут я подозреваю такие же пахучки. Ага, тут не такие пахучки, тут много пахучек на выбор. Вот я тоже заказал товарищу. Так что, в принципе, ссылки оставлю. Можете заказывать, можете смотреть. Вот, можно заказывать. Тут, смотрите, тут есть запаха на самом деле много. Я тут все позаказывал. И океан, и лимон, и какой-то апельсин. Вот, вы уже смотрите, что вы хотите, заказывайте себе. В общем, пахнет, ну, пахнет, в общем. Также ранее я заказывал себе кримпер. Я его уже распаковал, смотрел. Довольно небольшая цена. Штука классная, штука полезная, особенно для электриков или для домашних хозяинов. Вот так оно все выглядит поближе. Тут вот регулируется. Регулируется. Все. Ну, сила сжимания. Тут вот у нас регулируется вылет провода, который вам нужно. Тут вот можно зажать. По качеству особо, честно говоря, ничего не могу сказать. Дорогих экземпляров в руках не держал. Но, на первый взгляд, штука очень качественная. Как по мне, если честно. Также заказал для своей мастерской такую приблуду, как косой шуруп. Стоило тоже копейки. 5 долларов, если я не ошибаюсь. В наборе у нас идут вот такие вот винты. Три винта. Это для регулирования диаметра вашего пера, допустим. Или сверла. И сами сверла по дереву с ограничителями. Вот оно. Вот все приходит в таком комплекте. Три пера. Вернее, три сверла. Три сверла по дереву. Как оно себя проявит, это я покажу, возможно, в будущем. Пока ничего показывать не буду, потому что я этим буду работать, ну, летом, наверное. Но, как по мне, дешевая замена Крэгу, конечно, это не полный комплект для сверления, скажем так. Тут есть намного дороже комплекта. Я выбрал самый обычный, самый дешевый, просто для проверки. Я, конечно, просто молодец, потому что забыл вам включить звук. Сейчас уже будет звук с петличкой. Итак, это, как я подозреваю, одна из самых долгожданных посылок, которые я заказывал. Это для ванны. Да. Вот такой вот крутой дозатор. Эта штука, на самом деле, очень классная и крутая. Я ее долго хотел заказать. Я уже заказывал наподобие дешевую версию. Не этого, а другого дозатора. Такого белого. Он, в общем, мне пришел бракованный. Эта штука, ну, вот такая. Вот такой, ну, красивый, на самом деле, дозатор. Я его повешу и вам покажу. Вот он работает. В общем, сейчас покажу, как оно работает. Сейчас будем вешать наш дозатор. Но перед этим расскажу вам вот что. У меня был вот такой дозатор, и он есть у меня. Это новый. В общем, эта штука работает некорректно. Сама по себе включается. Сама по себе выключается. Что ему делается, непонятно. Значит, тут, смотрите. Тут, где зарядка, я не знаю, видно вам, не видно. Тут, где зарядка, тут нету защиты. Успокойся, ты, придурочный. Тут нету защиты. А тут есть защита. Короче, сейчас отнесу этого Валерика и продолжим дальше. Итак, клеится наш дозатор очень стандартно. На вот такую вот подложку и на кремовскую ленту. Эту подложку я сразу же вставляю в дозатор, чтобы его правильно приклеить, и потом будем снимать, добавлять воду. Значит, есть у нас три режима подачи пены в этом дозаторе. Ну, маленький режим, маленькая пена, средний режим и много пены, большой режим. Так, вот так приклеили наш дозатор. Теперь можно его легко снять и наполнить водой. Значит, наполняем водой, не просто водой, а жидкое мыло плюс водой. Пропорции, я думаю, найдете в интернете. Жидкого мыла немножко, воды много. Потом переболтали и сейчас будем тестировать. Все, я все добавил. Еще хочу вам показать вот такой дозатор, который у меня есть. Он у меня был в обзоре. Штука тоже, также очень классная, но она на батарейках. И это ее главный минус этого дозатора. Батарейки. Их нужно постоянно менять. В этом же дозаторе аккумулятор. То есть батарея установлена внутрь и нужно ее просто заряжать от обычной зарядки. Итак, все залил, все работает. Поднес. Сейчас на втором режиме. Что такое 20%, вернее 20 градусов, это температура внутри комнаты. Я дал немножко мало воды, много мыла, и получается вот такой раствор. Если дать больше воды, меньше мыла, то он получится, ну, получше, более такой пенистый. Все, моем ручки. Очень классная штука. Рекомендую. Итак, на очереди у нас вот такой вот интересный термостат, который работает от Wi-Fi. Это термостат для того, вот такие у него характеристики. Это термостат для того, чтобы подключать ваш теплый пол и управлять, ну, это модуль управления, в общем. Приходит вот такой коробка, я их заказал себе два штуки. Вот у нас сам датчик, ну, тепловой. А вот наш регулятор. Эта штука, что интересно, у нас на рынке стоит, ну, в раза три, как минимум дороже, чем на Алиэкспрессе. Не знаю, как вам видно будет, потому что у меня стол белый, а эта штука черная. То есть могут быть, ну, такие вот какие-то приколы со светом, но вот можете разглядеть. Я вам сейчас его в работе не покажу, потому что покажу тот момент, когда уже подключу теплый пол. Заказал их себе два штуки, ну, выглядит вроде неплохо на самом деле. У нас цена, как минимум, в три раза, а то и даже в четыре раза дороже. Кому нужен теплый пол, вернее, этот термостат под теплый пол, пользуйтесь, заказывайте. Ссылку оставлю, как всегда, в описании. Можно им управлять через Wi-Fi. Еще раз, комплект у нас вот такой. Дальше из интересного, это уже более пока не обзор, это анонс. Два телефона у меня есть на обзоре. Это у нас два экземпляра от Hotway. Это у нас W15 Pro вроде или просто 15. А, нет, это Cyber 15 с задним экраном. Штука очень прикольная, штука классная. Смартфон достоин вашего внимания 100%. Вот такие у него характеристики. Обратите внимание, кому интересно. Можно заказывать. Цена будет небольшая. Реально крутая штука. И вот такой вот телефон. Вот с такими характеристиками. Hotway T7. Это уже бюджетник. Он вроде до 100 долларов или 100 с плюсом маленьким. Вот такие у него характеристики. Сейчас откроем с вами, посмотрим. Также будет скоро у меня на него обзор. Сейчас просто, опять же повторюсь, небольшой анонс смартфона. Вот так он выглядит. Это тоже защищенник. Вот такой смартфончик. Все заглушки. Все как должно быть. Воды не боится. Падение не боится. Вернее, конечно, убить можно все что угодно. Но это защищенный телефон. Не такой, как обычный. И вот такая у него начинка. Не начинка, вернее, а вот такой комплект поставки. Блок. Ну, то есть все стандартно. Блок, кабель, макулатурка. И сам телефон, который идет в комплекте с защитным стеклом. Характеристики вы видели. Ну, и последний девайс, который я вам хочу показать. Это не монитор. Это лампа, которая сделана для подсветки монитора. Может показаться, что это гаджет ненужный. Но если вы много работаете за компьютером, вы меня поймете. Мне эта штука очень лично помогает для моих глаз. Она крутая. Есть несколько режимов регулировки мощности подсветки. Сейчас у меня желтый свет. Мягкий желтый свет. Вот. Можно выставлять разные степени подсветки. Вот. Можно менять цвет. Видите, у меня он холодный сейчас поменялся. Оп. Уже желтый. Вот. Так же мощность. Допустим, или холодного, или желтого цвета. Оно все сенсорное. Включается, выключается. Очень легко. Значит, когда была распаковка. Ну, в общем, я отснял вам распаковку. Но где-то файлы потерял. Расскажу на пальцах, скажем так. Товар очень качественный. Хорошо сделанный. Тут реально, что пантограф крутой. Он не такой вот хлипкий пантограф, как у меня здесь. Тут мощный, хороший пантограф. Который, ну, прям, он действительно хорошо сделан. Также тут у нас есть три лампы. То есть, три как бы ноги. Средняя лампочка. И вот тут две крайних. Свет вышел. Сейчас, наверное, вам пересвет большой. Ну, извиняйте. Я погоду на улице не регулирую. Итак, например, в темное время суток лампа это очень помогает. Потому что, во-первых, она подсветку дает всей вашей рабочей зоне. Во-вторых, она как бы сглаживает синий спектр монитора. Опять же, если вам штука на это нужна, лампа нужна, я ее смело могу рекомендовать. Мне она очень, лично мне она очень по душе. Она очень мне помогает моим глазам. Также она создает ночью, вечером комфортную обстановку. Потому что вы не включаете основной свет. Вы включили вот тут лампу и все. Да, конечно, пересвет жесточайший. Вот. Ну и как-то так. Если вам нужен подобный девайс, смело заказывайте. Ссылочки все оставил в описании. Всем спасибо за просмотр. Будем заканчивать ролик. Ставьте лайк, пишите комментарии. Как вам такой быстрый, сумбурный немножко обзор товаров, обзор посылок. Потому что если делать мне очень подробный обзор, то это у меня уйдет много времени. И возможно, некоторым людям не нужны такие длинные обзоры. Я так быстро бегом показал, раз-раз рассказал. И вот вы можете уже сделать какое-то мнение. И сможете смело заказывать. А просто дальше, например, телефоны или термодатчик для теплого пола. Я потом покажу уже по факту, как оно все работает. Сделаю нормальный, обычный, полноценный обзор. Так что как-то так. Это просто такой экспресс или... Ну да, экспресс такой обзор посылочек. Все, всем пока. Будьте все здоровы мне. Увидимся. Не забывайте комментарии и лайки. Обязательно комментарии, чтобы ролик продвигался немножко. Давайте, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok